всем приветики я хотел бы вам показать свои привязки клавиш в игре control strike и начнем мы со стандартных которые можно назначить прямо через менюшку игры это вот на мышку 4 на клавишу мышки 4 на клавишу мышки 5 дальше у меня назначена на c круговое меню и на в голос вот но если голос на в это в принципе очевидно для всех потому что по умолчанию не он назначен на к однако и далеко тянутся поэтому назначена новое есть у нас от передвижение в асд и рядом с ними в нажимаем появляется вот микрофончик ок до нее еще нужно тянуться это неудобно наверно всех так вот и этой клавишей постоянно пользуюсь также c это круговое меню наверное может быть даже не все о нем знают нажимаем и удерживаем c появляется круговое меню и здесь можно выбрать оружие что удобно то есть если на клавишу 4 мы выбираем гранату и чтобы выбрать нужную нужно несколько раз нажать на четыре то на клавишу c мы можем сразу выбрать нужную нужную гранату что будет быстрее чем несколько раз жать на 4 то есть мы раз и вот и выбрали раз и выбрали момент 1 1 вот но это а еще еще на мышке клавиши 45 на мышке это стрелочки которые сбоку сбоку на мышке слева вот нажимаем и удерживаем но тоже какая круговое меню нажимаем и держим и здесь выбираем то что нам нужно то есть вот она появляется и можно выбрать то что нам нужно это на другую стрелочку вот этим я пользуюсь постоянно вот если круговое меню я не пользуюсь вот этим это же не пользуюсь но она назначена на всякий случай а вот эти меню я постоянно пользуюсь если противник везет атаку на а и мы это уже понимаем и сразу для всей командой ставлю точку на а или на б также если увидел противника свет куда вот куда-то я смотрю сразу вижу хоп сразу ставлю точечку замечен враг это быстро делалось вот ты увидел хоп все там уже . есть это что касается стандартного не стандартная же это у нас идет команда которая уже не актуальна получается здесь у нас на клавишу insert у меня была назначена функция тугл переключения состояние команды always ну то есть она переключала вот на 0 1 и на 2 вот эту вот штуку которая сейчас уже по умолчанию включена всегда раньше в кэске это было выключено то есть когда тиммейты уходили за стену вот это вот все не горело над ними и оружие не отображалась и командой можно было отобразить оружием и включить или выключили стрелочку них и оружие ну то есть она по очереди включала стрелочку не к оружию вот а другая команда вот эта которая надо лято мне было назначенным это как раз таки все сразу включить вот это вот я теперь ни одна из этих команд не работает потому что разработчики наконец-то одумались и включили это на постоянку но теперь Вернее, ну, постоянно горит, и это не нужно включать. И подобно, что своих тементов и за стенами видно благодаря вот этим вот надписям. Раньше вот надо было это именно включать. Вот, дальше у нас идут команды уже на радиосообщение. То есть вот у нас есть, нажимаем клавишу Z, и появляется вот радиосообщение, где слева подтверждаю, никак нет. И несколько из таких вот радиоменюшек, и ни в одной из них нету команды get out, call me и regroup. Я их назначил на отдельные клавиши, на end. Вот она, уходите, сейчас рванет. Потом прикройте меня на стрелочку вниз и на page down перегруппируйтесь. То есть это вот где цифровая клавиатура, где на блок у меня вот на три клавиши назначены такие команды, которых нету в менюшках. В менюшках радиосообщения. Но я ими тоже не пользуюсь, они просто назначены. Но так как их нету, я их назначил. Дальше у меня идет на клавишу page up ignore rad и на slash ignore msg. Это все на цифровой клавиатуре. Но этой клавишей я пользуюсь постоянно, игнорировать радиосообщение. Благодаря ей как раз таки не будет видно всего вот этого вот. И я всегда, как только присоединяюсь к игре, в MM сразу нажимаю ignorerat, чтобы не слышать, как бросает каждую гранату. Потому что каждая граната озвучивается и там напрягает. На slash это вот игнорируется радиосообщение, но почему-то оно не все радиосообщения игнорирует, а некоторые. Еще раз нажимаем игнорируется командное, то есть по идее то, что пишет в командный чат. И все сообщения, то есть даже по идее то, что пишется в чат. А еще раз нажимаем принимает, так же ignorerat. Нажимаем, он либо игнорит, либо принимает. И вот ignorerat я пользуюсь постоянно. Удобная штука, и оно реально игнорит все сообщения. Дальше идет voice. Удобный бинт на voice, благодаря которому вы можете вот либо на минус, либо на плюс на цифровой клавиатуре, либо замутить, либо размутить вообще всех сразу. Вот нажимаю минус, и у меня вот динамик появился зачеркнутый. Нажимаю плюс, и динамик убрался. Что достаточно удобно, если кто-то агрессивно орет, нажал минус, замутил челла. Замутил всех, потом открыл, замутил челла, и размутил всех. Или бывают моменты, когда вот челл остается в конце, бежит, слушает, не вернее, крадется, слушает шаги, все разговаривают, и он кричит там, замолчите, я там слушаю. Хотя могу вот просто нажать клавишу, если бы у него был такой бинт, и все бы и так затихли. Вот, ну или во время эфира тоже удобно. Кто-то начинает за предки говорить, нажал минус, и все, и больше никто не говорит за предки. Потом всех поперемутил. Вот, и последняя команда, это на clericals, то есть на клавишу мышки 3, на колесик, если кто не знал, на колесик можно нажимать, и вот на нажатии колесика у меня стоит очистка карты. То есть, если вот где-то выстрелы, кровь, взрывы, нажимаем колесико мышки, все исчезает. У кого-то это назначено на клавишу бег, например, то есть ты бежишь вперед, там или назад, и у тебя все очищается. Но у меня нет. У меня именно по моему нажатию. То есть я должен видеть, где была стрельба, где была кровь. То есть, ну, чтобы ты видел, где происходили действия. Потому что так ты бежишь, и даже не знаешь, где что происходило. А так ты бежишь, у тебя вот затемненная область. Значит, здесь граната взорвалась. Там выстрелы от пули. Значит, оттуда откуда-то стреляли. Кровь. А очищать нужно для того, чтобы, вот если здесь сидит противник, пока здесь все такое чистенькое, его видно. А если за ним будет кровь, вся стена в крови, то ты его, естественно, не увидишь. Поэтому ты очищаешь. То есть я перехожу, вижу события, какие здесь произошли, а дальше я все очищаю от событий. Что достаточно удобно. Вот. В общем-то, это и все мои бинды, которыми я пользуюсь. Особенно удобная, которая полезная для меня, это очистка карты. Всех замутить и всех размутить. И игнорировать радиосообщения. Вот эти, это три такие нестандартные бинды, которыми я всегда пользуюсь. То есть которые именно через командную строку задаются. А стандартные это вот вот это менюшка и ну и voice, естественно. Все. Это в основном все то, что назначено и чем я часто пользуюсь. Вот. Ну а на этом все. Такие вот бинды. Может кто-то не знал, кому-то может быть что-то будет полезным. А кто-то может и так этим пользуется. Но судя по тому, как некоторые говорят замолчите, вы мне мешаете. Он явно не знает о том, что можно забиндить клавишу, которая будет всех мутить. Вот так что такие вот бинды. Ну а на этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok